Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятво и Анатолий Петрук, и сегодня мы будем проводить вакцинацию свиней против рожи. Рожа – одна из самых распространенных инфекций у свиней. У нее очень яркая клиническая картина, и, наверное, каждый, кто когда-то держал или держит свиней, соприказался с этой инфекцией. Пик ее активности – это теплая пора года и особенно жаркие солнечные дни. У рожи два ярких симптома – это горячка 42-42,5 градусов и красные или фиолетовые пятна неправильной формы, при нажатии на которые образуется белая ямочка, которая быстро наполняется кровью. Эти симптомы – серьезный повод для срочного вызова пекинара. Можно ли избежать этого заболевания? Да, конечно! Сейчас на рынке Украины существует множество различных вакцин, как инактивированных, так и живых, как отечественных, так и зарубежных. Вакцинацию, начиная с двухмесячного возраста, иммунитет, формируется через 21 день после вакцинации и держится на протяжении 6 месяцев. Мы будем использовать инактивированную зарубежную вакцину. В нашей вакцине содержится 3 штамма – Арицапилотрикс русопатия типа 2 и 1 штамм типа 1. Данные антигены индуцируют выработку специфических антител против рожных свиней. Нельзя вакцинировать клинически больных животных, исхудавших, а также поросят до 8-дельного возраста. Также не смешивайте с другими вакцинами. Интервал между вакцинациями – 14 дней. Такой же интервал между вакцинацией и деэмметризацией, кастрацией и отлучкой. Из побочных явлений в месте введения вакцины иногда могут образовываться фиброзные образования. Также в месте введения может образовываться отек диаметром до 4 см, который самостоятельно рассасывается на протяжении 6 суток. Доверьте лучшую вакцинацию ветеринарному специалисту. Субтитры создавал DimaTorzok Перед использованием вакцины флакон встряхивает и нагревает до комнатной температуры. Нельзя нагревать вакцину с помощью обогревателя или горячей воды. Вакцину хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. После вскрытия вакцина пригодна для использования на протяжении 10 часов. После завершения вакцинации, если у вас осталась вакцина, ее нужно обеззаразить путем кипятения на протяжении 30 минут. Вместе с вакциной кипятят иголки со шприцами. Также поступают с вакциной, в которой вышел срок действия. Друзья, при работе с вакцинами нужно придерживаться техники безопасности. Ни в коем случае не допускать автовакцинации. Если это произошло, нужно срочно вызвать врача. Друзья, берегите своих свиней от инфекционных заболеваний. Вовремя делайте им прививки. Подписывайтесь на канал, следите за нашими видео. До свидания. Давай. Нож, твои отнеси в домах. Давай. Друзья, вот так сбежала свинья. Друзья, берегите своих животных от инфекционных заболеваний. Вовремя делайте им прививки. Следите за нашими видео и до свидания. Слушай, я чувствую себя это прививки.